22 марта 1943. Хатынь. Нацисты согнали всех жителей в сарай, облили его бензином и подожгли. Под напором десятков задыхавшихся дыма людей двери постройки рухнули. Все 149 жителей были заживо сожжены. Огонь превратился в вечный, а Хатынь из населенного пункта в единственное в мире кладбище-деревень. 22 марта. Этот день навсегда вышен кровью в историю белорусского народа. 78 лет назад деревня застыла в мертвом сезоне. Огромное голое поле. Вместо домов – столбы, как обугленные печные трубы. Пугающая глухая тишина, от которой каждые 20 секунд вздрагивают колокола. Накануне в мемориальном комплексе звучала молитва. В траурном митинге реквиями принял участие и президент. Он сгорел мы все со своей мамой. Сколько мы учили? Семь недель от рождения. Цветы от белорусского лидера у ног непокоренного человека. Прототип памятника Иосиф Каминский. Единственный взрослый, кто сумел выйти живым из пекла. Однако фашисты убили его сына. Умирал он на руках отца. В той войне погиб каждый третий белорус. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю – иди и смотри. Иди в Хатынь, Борки, Аллу, Дальву, Усакина, Шуневку, Азаричи, К мемориалам «Тростенец», «Яма», «Красный берег». Смотри глазами ребенка, выжившего под телом убитой матери. Глазами детей, брошенных умирать в колодцы. Глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства. Глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына. Глазами повешенных, беспомощных стариков. Иди и слушай хатынский колокол, В звоне которого воедино слились детские крики, Материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов. Белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, Но непокоренных и непобежденных. Мы это должны с вами помнить всегда. И не бояться великие праздники. Какая бы беда не нахлынула на нас, Пандемия, ковид или прочие болезни, Приходи светлый день победы И отдавать должное им, Которые погибли ради нас. В годы Великой Отечественной фашисты сожгли свыше 9 тысяч деревень, 188 из которых больше никогда не появятся на карте. Кузники концлагерей и гетто, Расстрелянные и невинно убитые. Белорусы помнят каждого погибшего. Накануне Дня скорби и в Бобруйске Вспоминали историю тех страшных лет. Литературная композиция «Сестры хатыни», Интерактивный час. Шестой учебный день в первой гимназии Не похож на своих предшественников. Не учителя, а дети рассказывают о злодеяниях гитлеровских войск. Я считаю, что такие мероприятия проводить крайне важно, Потому что сейчас многие люди забывают о том, Что совершили наши предки, Что они пожертвовали собой ради того, Чтобы мы жили под мирным небом, И чтобы у нас все было хорошо. Мы должны помнить о том, Какую боль и горе потерпели наши предки, И сколько они всего потеряли, И что они для нас сделали. И я считаю, что мы должны это беречь, И чтобы в нашей жизни царил мир и согласие. Сегодня проходят разнообразные по форме мероприятия, Но все они объединены единой мыслью, Единой целью. Помним, ценим, сохраним. Помнят хатынскую трагедию в 30-й школе. Ребята подготовили творческие номера, Стихи и песни. Дань памяти погибшим. Проводятся мероприятия также и в библиотеке. Это какие-то разговоры о книжной полке, Это какие-то душевные такие разговоры, Часы общения, Где вспоминаются события тех страшных дней, Тех страшных минут, Когда погибли дети, погибли люди. Никто, конечно же, не хочет забывать, Потому что об этом нужно помнить. Я считаю, что это достаточно важно, Чтобы дети знали про такую трагедию, Чтобы, грубо говоря, не допустили таких ошибок в будущем, Потому что это очень страшно, И много людей погибло в тот период. Не допустить повторения истории – Главная задача нынешних защитников Родины. В 34-й школе свою подготовку демонстрировали десантники. Школьники остались под впечатлением. Все-таки голубые береты – элита белорусской армии. Гости не ограничились показательными выступлениями. На школьной сцене продемонстрировали свои вокальные таланты. Дети – это наше будущее, Будущее нашей страны. И мы хотим, чтобы они были действительно достойными Защитниками нашей Родины, Сильной и процветающей Республики Беларусь. Это очень интересная встреча, Которая наполнена патриотизмом, Водушевляет наших ребят Не только на то, Чтобы они чувствовали себя патриотами своей страны, Но и чувствовали гордость за нашу страну, За ее вооруженные силы. В Краеведческом музее – презентация на тему хатэской трагедии. Бобруськие школьники смогли взглянуть на ужасы войны И через экран кинотеатра «Товарищ». Кульминацией целого цикла мероприятий Стало возложение цветов к мемориалу жертвов фашизма На территории Бобруйской крепости В руках у пришедших лампады Как маленькая часть вечного огня Это наша память И неугасимая боль о погибших земляках Красной гвоздики От руководства города, Депутатов Палаты представителей Общественных объединений и учащихся. Наши прадеды защищали эту родину И мы должны ценить, и это наше достоинство Это такая боль Это вот когда на это все смотришь Слезы просто засыхают Они не льются, понимаете? Белорусы помнят каждого героя Павшего за свободу и независимость нашей Родины По всей стране тысячи людей пришли, чтобы почтить память миллионов загубленных жизней Сегодня мы им говорим спасибо Сегодня реквием по их мечте Максим Кембель, Ольга Васен, Дандрий Богдан, Дмитрий Шевцов Бобруйск, 360 Субтитры создавал DimaTorzok